Всем привет, мои хорошие! С вами Любовь и мой Мирок Орхидей. Видали, какой агрегат стоит у меня на полу? Не поверите, это вытяжка с кухни. Точнее, она у нас стояла, мы ей не пользовались. Ну, по тем причинам, потому что у нас дома нет ремонта, нет другой кухни и всего такого прочего. Эта вытяжка у нас вообще очень давно. Очень давно. Вот, поэтому как-то все, не было момента ее установить. И она у нас стояла в кладовке, в чулане, заброшенная, ненужная. И тут мужа осенило, что у этой вытяжки ведь есть вентилятор. И мы ее поставили больше не для цветов, а мы ее поставили на пол, чтобы она дула по полу, и чтобы наш Мартюша, который на данный момент лежит в ванной, ему вчера было плохо от жары. И он периодически уходит в ванну, потом приходит сюда под этот вентилятор. Он дует очень хорошо, на 4 метра ощущается, то есть отойдя от него на 4 метра, ощущается его ветерок. Прямо ледяного какого-то воздуха, конечно же, он дать не может, но ветерок он дать может, потому что у нас такая жара, и все эти дни даже не было ни в витринки. Это какой-то кошмар. Ну а сейчас я хочу вам чуть-чуть показать, как же переживают всю эту жару мои красавицы-орхидейки. Вот эта красоточка панда. Да, Мартюша, кто не знает, это моя собака Лабрадор. Огромный, такой мощный. И шерсть у него как у утки. То есть его даже намочить невозможно. С него вода стекает. Но вчера пришлось, отвлекусь маленько еще, вчера пришлось нам его затащить в ванну, потому что он сам был не в состоянии, он захрипел, он начал задыхаться. Я думаю, что у него есть проблемы с сердцем, и мы будем с этим обращаться, потому что именно вчера мы это поняли, когда ему стало очень плохо. Мы затащили его троем в ванну, и я пыталась привести его в чувство прохладной водой, не ледяной, нет, ни в коем случае прохладной, лив ему на голову, на пузико, на лапки, ну и естественно и на спинку. То есть, ну больше всего я лила ему на лапки, на пузико, и чуть-чуть смочила ему голову, потому что она была у него огненная. После чего он пришел в себя и, слава богу, стал спокойно дышать и перестал хрипеть. Ладно, отвлеклась. Ну, вы можете про меня и Мартюшу больше видеть на втором моем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ссылочка есть под каждым моим видео в описании. Второй канал называется «Моя жизнь». Ну, проще перейти по ссылке, чем искать меня по названию. Ну, и вот так вот цветут мои орхидейки на данный момент. Как ни странно, они меня не подводят. С ними все хорошо, несмотря что стоит адская жара, реально адская. У меня первый этаж. Я не представляю, как люди живут этажами выше, но у нас дома больше 30 градусов жары. Вот так получилось, что на складе у меня куча вентиляторов, каких-то хотя бы приспособлений, а вот дома-то у меня ничего нет. И вот эта конструкция, которую муж установил, не поверите, стало маленько попрохладнее. Хотя бы гуляет ветерок в нашей квартире за счет этого устройства. Ну, и что же у меня тут все-таки цветет? Азиатская панда «Беглип». Красавчик, он цветет уже, наверное, с декабря месяца. Вот цветочек один уходит, не трогаю. А так вся эта гроздочка прям еще в таком цвету-цвету. Это огромная моя орхидейка, вот с такими шикарными корнями. Вот так вспышку включу, получше будет видно. Корешочки там обняли лягушонка. И все прекрасно. Вот такая вот красотуля. Посмотрите, сколько у нас тут бутончиков, веточек. Я думала, конечно, она мне засушит все бутоны, потому что стоит такая жара. А нет, она, наоборот, начала открываться более активно, быстрее надувать свои бутончики. Я так думаю, что мои орхидеи привыкшие ко всем экстремальным ситуациям, именно мои домашние. Потому что я же вам часто говорила, да, что мои орхидейки все практически из реанимашек. Очень мало орхидей, которые у меня оставались хорошие. Ну, то есть я себе их приобретала в хорошем качестве. Наверное, поэтому они у меня настолько, настолько сильные. Ну, а может, так повлиял витамар, которым я усиленно поила их, наверное, с декабря месяца до... Нет, с ноября или с ноября. Потому что в январе месяце я уже этот препарат показала всем вам и рассказала про его чудное действие. И вот после вот этого всего мои орхидейки, я считаю, что стали более сильными и выносливыми. Витамар это морские водоросли. Кто не знает. Ну да, шум вы будете слышать, отключать. Я не собираюсь эту штуку нашу. Поэтому пускай шумит. И вот такие вот у нас тут будут грозди. Где-то еще формируются бутончики. Видите, их совсем нет. Желтое это, потому что включила сейчас вспышку. И оно кажется желтым. На самом деле все с ними хорошо. Там у меня Сакура красавица. Почему-то один цветочек, да, сначала она отсушила. И, кстати, дальше продолжает ростить свои бутончики. Сакура сидит у меня полностью во мхе. Еще и в закрытой системе. Еще и в стекле. Их там две сидит. Ну, сейчас вертеть, крутеть не буду. А почему вот так вот сейчас говорю, что сидит во мхе в закрытой системе и в стекле. Представляете, какая там внутри горшка температура. И за счет того, что это растение было посажено год назад в живой мох, этот мох, вы видите, да, он растет. Горшок не зеленеет. Вот так, наверное, поменьше будет отсвечивать. Горшок не зеленеет. В нем происходят естественные все процессы. Растет мох. И, естественно, растут в нем и корешочки, и сами растюшки. И растение чувствует себя прекрасно. В такую жару я, наверное, еще даже и не подливала водички. Ну, сверху у меня видно, что там кора насыпана. Это любимая моя посадка. Внизу мох, сверху маленький слой коры для того, чтобы прикрыть мох. И для того, чтобы он не высыхал. А вот именно рос в самом горшочке. И, как вы видите, сейчас, девчат, подойду. И, как вы видите, все прекрасно. Вот, видно корешочки. Плохо видно, возможно, но видно. Вот корешочки. И растюха чувствует себя просто великолепно. Очень красивая орхидейка. Здесь открылась моя красотуля. Неописуемой красоты, девчат, вот правда. Она чуть-чуть бабочка. Вот эти сейчас попробую показать. Вот эти лепесточки у нее. Вот такие, как бантики. Очень красивая орхидейка. И вот она открыла все свои бутушки. Красотка. Вот так чуть-чуть покажу через тюль. И сейчас подойдем, посмотрим поближе. Тюль такая неровная. Мартюшка лежит когда и постоянно ее сбуравливает. Там у меня все цветут практически. Конечно, против света, возможно, будет плохо видно. Но я буду очень стараться. Вот такая вот красотулька. Моя белинка. Моя белинка, которая живет без субстрата, с голыми корнями. И мне кажется, вот именно тем орхидейкам, которые живут у меня в живом мхе, которые посажены в живой мох, у которых растет мох, у которых нет совершенно субстрата в горшочках, на данный момент чувствуют себя вообще идеально. несмотря на то, что стоит жара. Вот это съедает листик, наконец-то этот. И там у нас бутончики тоже. Скоро я вам их покажу. Это долгожданная орхидейка, которая, у которой была убита точка роста, скажу так, да. И из точки роста у нее выросла детка. Да, такое тоже бывает. И вот она, эта детка, уже зацветает. Так, что же вам еще показать? А еще, еще я хочу вам показать вот эту красавицу. Вот эту красотку. Очень красивая орхидейка. Листики у нее варегатные. Сидит она у меня на камушках и сверху чуть-чуть прикрытая мхом. Все у нее там прекрасно. Тоже была реанимашка. Без единого корня шея была отрезана до живого. Но сейчас все с ней прекрасно. Вот такие три замечательных цветочка она мне дала. А ее сестренка или братишка, кто он? Ну, голландская. Это азиатская орхидейка с варегатными листочками. Сейчас я вам покажу ее сестренку или братишку, но голландскую. Вот эта красавица. Вот с такой гроздью. Они прям как близнецы. Только неудобно тянуться, девчат. Поэтому буду держать камеру с этой орхидейкой и рассказывать про обеих. И вы заметили, наверное, что они реально по своим цветочкам прям близнецы. Только у голландской целая гроздь, а это еще молодое растение. У него всего три цветочка. Вот такая вот красота. Чуть позже, когда они отцветут. Но эти орхидеи цветут очень долго, годами. Поэтому, возможно, когда спадет жара, я их пересажу в один горшок в бессубстратное содержание. Вот как-то так. Здесь все продолжает цвести мой красавец Микки Кроун. Из трех цветочков. Красавец. Огромного размера. Цветы у него больше 10 сантиметров. Не помню сколько, но больше. И у дочки в комнате у меня еще один Микки Кроун открывается. И тот гораздо ярче, чем этот. Тот уже у меня прожил с 18-го года. А этот как бы молоденький, свеженький. И цветы у них совершенно разные. Но у того и количество цветов побольше, чем у этого. Вот этот прям вот. Как вам показать? Вот так по моей руке. Вот огромный. Вот такой вот красотун. Ну и тут вот видите, сидят тоже с голой корневой мои орхидейки. И не поверите, я вижу, что им это очень даже нравится. Особенно в такую жару. Все они продолжают у меня цвести. Доращивать свои бутончики даже. Цветоносики. Вот такая вот тут красавица у меня Беглипчик. Тоже с голой корневой. Чуть-чуть у него здесь растущие корни какие шикарные. Здесь приложен просто вот этими пенопластовыми штучками, чтобы не выпрыгивал из горшка. Ну а здесь у меня вот такая красота ароматная. На два цветоноса вся переливается. Давно цветет. И вот он второй цветоносик. Цветочек некрупный, наверное, 5 сантиметров. Но очень красивый и очень ароматный. А там сейчас я приближу камеру. Распустилась у меня вот такая вот красавица. Она есть у меня в альбоме в наличии в Одноклассниках. Такая же. Очень красивый. Сейчас камера ее засвечивает. На самом деле она темно-темно. Такая, знаете, темная, в общем. Очень красивая. И очень ароматная. Так, что же вам еще показать? Черную мою орхидею могу показать, если получится. Она тоже все продолжает цвести. Вот такая вот красотка. Черная, черная, как смоль. Что-то вспышка ее. Нет, это против света. Поэтому не получается вам ее показать. Но букет хороший. Я бы вам сказала. Здесь продолжает цвести мой красивенный эквестрос. Квестерос рядом с зеленой салатовой красавицей. Да, эквестерос постоянно доращивает свой цветонос. Задние цветочки у него уходят. А впереди опять открываются новые красавицы. Вот такой вот красавчик. Очень красивый. Ну и зелененькая моя красавица тоже продолжает до сих пор цвести. Там у меня дикий котик мой ростит цветонос. Наконец-то моя белая красавица, которая самая любимая моя орхидейка, выгнала мне цветонос. Болела она у меня два года. Я старалась всеми путями ее спасти, потому что это самая первая орхидейка, которую мне подарил мой муж много-много лет назад. Я ее два года назад омолодела. И она заболела. Вот. Этой орхидейке уже больше 12 лет. Да, сейчас вы скажете, ой, какая маленькая. Повторяюсь еще раз, я ее омолодела. И она долго у меня после этого болела. Я очень переживала, но все-таки у меня получилось ее спасти. И вот спустя два года она скоро зацветет. Это очень крупный цветок и очень шикарные корни у этой орхидеи, которые уже не помещаются в горшке. Корни у нее. Вот я отошла так далеко. Если их выпрямить, они будут полтора, наверное, метра точно. Вот такие вот огромные корни, за которыми я всегда слежу, чтобы они не забрались в чужой горшок. И они постоянно растущие. Это сказка. Так. Здесь у меня тоже бутончики дуются. Все прекрасно. Там желтый лист, не смотрите. Это съедает его орхидейка, кстати, вот эта вот красавица. Будем пересаживать. Все зачистим, ненужное обрежем и посадим вместе. А вот эта вот моя красотулька тоже после омоложения начала чудить. Начала листья неправильно растить. Один меньше, один больше. В общем, несоответствие в росте листиков. И вот не так давно я увидела, что она мне выпустила цветонос. Тоже очень долго не хотела восстанавливаться после омоложения. Но ничего, восстановилось. И цветонос такой жирный. Ну и корни у нас тут прекрасно стали расти. Все замечательно. Что же тут еще у нас интересного? Ну, тут каменная роза цвела. Наша с вами посадка двойная. Котлея и фаленопсис прекрасно вместе себя чувствуют. Несмотря даже на жару. Здесь сказка у меня сидит с деточкой. Красавица. Думаю, что скоро зацветет. Здесь моя красавица огромная леодорка. Она очень у меня большая. Ну, где фокус, яркость. Очень плохо снимать против света. Она у меня огромная. Выпустила мне тоже цветоносик, который скоро-скоро будет уже показывать свои цветочки. Сегодня я тут намудрила вот так вот, где больше всего падало солнце. Я во много раз говорила. У меня на нескольких окнах солнце до 10 утра. Но оно настолько сейчас палящее. Я никогда в жизни не прикрывала на этих окнах орхидеи. А сейчас мне пришлось это сделать. Прикрыть вот так вот бумажками на скотч. Быстренько и экстренно. Ну, помогает. Здесь моя красотка Легато. Которая вот этим цветоносом цветет у меня уже 2 года. Выпуская мне по 2 цветочка. То есть, 2 цветочка откроет. Подержит их месяца 2. Потом доращивает дальше свой цветонос. И опять цветет. А тут она меня решила порадовать совершенно новым цветоносом. Вот. Вот такая красота. И начала наконец-то наращивать листья. Тоже была реанимашка когда-то. И после реанимации сразу выпустила вот этот цветонос. И вот 2 года она уже у меня вот так цветет по 2 цветочка. Сейчас уже она тут на солнышке. Маленечко подвыгрела. Уже очень давно эти цветы цветут. И вообще, кто смотрит мои домашние обзоры, наверное, в каждом обзоре на протяжении 2 лет я эту орхидею показываю в виде 2 цветочков. Ну вот как-то так. Надеюсь, скоро мы с вами увидим пышный букет. И вот она начала тут мне наращивать наконец-то и корни, и листья. Наконец-то орхидея пришла в себя. И у нее в горшке все зеленое. Не буду ничего трогать, не буду ее пересаживать. Корней там вот просто куча. Зелень эта от яркого уличного света. Мне она не мешает, и, по-моему, орхидея она не мешает тоже. Они уже вместе тут сдружились, поэтому пусть это смотрится не настолько красиво, да, как просто чистые корни, но трогать я ее не буду, пока она не вытолкнет себя из этого горшка. Да, я даже, если честно, уже не помню, что у нее там за посадка была. Ну, не помню, девчат. Вот, сверху мох. Еще, видите, сверху не кора, а сверху мох. Вот, что у нас тут еще? Вот еще красавица без субстрата живет. Тоже прекрасно себя чувствует. Пора купать мои орхидеи. Они в этом уже очень нуждаются. Так, дальше у нас, вон там, смотрите, сакура, бабочка. Так, сейчас попробую дотянуться. Которая мне дала деточку. Ой, как плохо против света. Дала деточку, наращивает здесь корешочки. Я боюсь ее даже трогать, если честно. Но мне очень хочется вам ее показать. Вот такая деточка рядышком. Красавица. Так, что у нас тут еще? А еще я вам хотела показать ту самую орхидейку, из-за которой в интернете была такая паника после того просмотра видео многими, не знаю, защитниками орхидей и все такое прочее, где рассмотрели целую кучу подур в этой орхидейке, когда мы ей меняли субстрат. Сейчас я попробую ее отсюда вытащить и показать вам, что у нее в горшочке сейчас. Мы меняли ей тогда верхний слой субстрата. Сейчас, наверное, нажму на паузу, а потом включусь. Не могу одной рукой ее вытащить. Смотрите, какая прелесть в горшке. Куча корней. Окричали, что съест, съедят эти подуры орхидеи. Ой-ой-ой, не умеете ухаживать и т.д. и т.п. И как много было всего. Это ж, боже мой. Вот такая вот красота у нас тут в горшке. За горшком, за бортом растет второй новый лист. Нижний она съела. И растет цветонос. Это у той орхидейки, да, которую сжирали подуры. Я всегда говорю, что подуры появляются от частого полива, от повышенной влажности в горшке. Стоит просушить горшок, и все подуры погибают и уходят. И подуры питаются только гнилыми корнями. Таким уже испорченным субстратом. А именно этой орхидеи я поверх половины горшка убрала старого субстрата. Убрала плохие все корни, которые были наверху. Добавила сверху свежего субстрата, чтобы орхидею не травмировать. И орхидея замечательно пошла в рост дальше и прекрасно себя чувствует. А если бы мы ее тронули, поменяли ей полностью субстрат, орхидея бы заболела и цветоноса бы сейчас мы не увидели. Поэтому надо тысячу раз подумать, прежде чем сделать замену субстрата орхидеи. Так, вот от этой красотки ждут цветоноса, не дождусь. Ну, наверное, скоро дождусь. Листочек тоже съедает, это все нормально. Тоже сидит в амхе, куча корней, все прекрасно. Так, что вам еще показать здесь? Ну, а здесь продолжает цвести мой сезамчик, красавец, который тоже цветет уже, наверное, с января месяца. Очень такой благородный, трудолюбивый сорт. Молодец! 10 баллов ему за его цветение. Очень долгое красавец. Ну, здесь у меня вандочка сидит, маленькая деточка. Здесь тоже продолжают цвести мои красотки. Здесь тоже бывшая реанимашка, которая... Вот так вот целая куча тут корней, как у осьминога. И растущий мох в горшке. Он пролез через все дырочки, которые там есть, и начал расти. Вот такая красота. Так, я не знаю, девчат, получится мне дотянуться или нет. Это второй мой Микки Кроун, который еще только открывается. И, видите, он гораздо-гораздо ярче. Ну, потом, когда он откроется, я покажу вам его поближе. Он у меня с 26-го, 08-го, 18-го. Вот. Вот такой вот красотон. Какой у меня здесь стоит аромат, если бы вы только знали. Здесь у меня тоже бутошечки вот-вот откроются у красотки. А аромат стоит вот от этой красавицы, которая цветет револьверным цветением тоже уже на протяжении, наверное, полгода. Сейчас второй цветочек выпустит, они вместе поцветут. И потом один уйдет, один останется. Ну, а нам не тут еще бутошечки нарастила на новом цветоносе. Ну, они вот как-то вот тут за корни прячутся. Уже вот эту подстелила, думала выровняться. Бутончик? А нет. Никак. Хоть отрезай вот эти корни, чтобы бутону было куда открыться. Даже не знаю, что делать. Напишите, девчат, как вы думаете. Отрезать вот эти корни, чтобы они дали свободу этому бутону. Или не трогать уж. Сама найдет дорогу, как ей открыться. Прямо вот уперлась в эти корни. И все. Я боюсь, что она не сможет нормально открыться во всей своей красе. Ну, а кто знает. Здесь у меня в другой комнате тоже вот так вот закрыто все бумажками. Понимаю, что некрасиво. Но мне глубоко на это как-то, знаете, с высокой колокольни, как говорится, лишь бы не горели мои цветы. Вот. А как это смотрится с улицы, красиво или некрасиво, мне все равно. Спадет солнце, я все это дело уберу. И открылась у меня вот такая вот красотка. Вот. У нас будет два цветочка. Надеюсь, она будет здесь еще доращивать. Но, если не поверите, я очень рада и одному на данный момент. Очень красивая красотулька. Не спрашивайте названий, я их просто не запоминаю. Мне особо не нужны названия. Какие названия знаю, я озвучиваю. Вот эта красавица продолжает тоже цвести уже давно. Там, наконец-то, эта удочка начала надувать бутоны. Какое счастье. Там Биг Бен стоит. Ну, тут мои вандочки стоят. Нормально они себя чувствуют. Сидят в камнях. Кто не подписан на канал-то, не забываем подписаться, поставить лайк. Написать комментарий. Всеми этими действиями вы помогаете продвинуться моему каналу вперед и не стоять на месте. Вот такая красоточка тоже цветет у меня уже очень давно. И вот так вот мы тут доращиваем еще дальше свой цветонос. Тоже съедает нижний листик. Тоже была реанимашка джимпишная. Вот как-то так. Здесь вот еще у нас вот такие бутоны. Я так рада, что ни один бутон не сбросился от этой жары. Я так переживала, что я потеряю все эти бутончики, если честно. Вот здесь тоже скоро откроется красотка. Вот здесь губка Боб тоже вот-вот откроется. Вот эта красавица продолжает дальше цвести. Ароматная красотуля. Что вам еще-то тут показать? Вот эта красоточка у меня все цветет. Вот эта красоточка тут спряталась уже вообще. Тоже цветет. Ну, в общем, мои хорошие, вот такие у меня дела. Орхидейка переживает всю эту жару достойно. Лучше, чем я, честное слово. Потому что еще днем как-то терпимо в помещении у нас. А под вечер дышать становится совершенно нечем. Дом нагревается за весь день. И мой первый этаж даже не спасает от этой жары. Жара невыносимая. Ни витринки, ни дуновинки, ничего. Два дня по прогнозу должны идти у нас дожди. Но даже нету и ветра. Поэтому, не знаю, дождемся ли мы в этом году дождичка. Но очень бы хотелось. У кого лишнее, отправляйте к нам. Но только не сильно надолго. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. И до новых встреч. До новых встреч.